29 апреля в КГАСУ состоится открытый рок-фестиваль в поддержку благотворительного фонда «Солнечный ангел». На фестивале выступят музыканты из разных городов Татарстана. В Казанском аэропорту сотрудники таможенной службы арестовали необычный груз – три чучела крокодилов. Задержанный вид крокодилов находится под угрозой исчезновения и включен в Красную книгу. Судьба этих чучел уже определена. 31 марта они будут переданы Зоологическому музею имени Эверсмана КФУ. 6 апреля 2016 года пройдет акция «Я донор к НИТУ». Донорам необходимо иметь при себе паспорт с пропиской и весить более 50 килограмм. В КФУ провели повышение квалификации для руководителей и специалистов маркшейдерских служб нефтегазодобывающих предприятий России. В ходе реализации этого проекта успешно проведены переговоры по расширению сотрудничества с ПАО «Анкбашнефт» с подразделениями КФУ. В Татарстане объявили конкурс на разработку логотипа и фирменного стиля выставочного комплекса «Казань-Экспо». Международный выставочный комплекс «Казань-Экспо» в 2019 году примет чемпионат мира рабочих профессий WorldSkills. В Казани завершился дополнительный отборочный этап на Олимпийские игры 2016 года – Кубок Президента Российской Федерации. Выпускник Поволжской Академии Геннадий Муратов в весовой категории 105 килограмм стал серебряным призером международного турнира. 29 марта в КНИТУКАИ состоится открытая встреча с Анастасией Закировой, основателем и директором студии интерактивных технологий «Айм Компани». Она расскажет о том, что такое социальное проектирование через глобальное мышление и подскажет, как создать бренд, который сможет оставить след в памяти человека. На стадионе «Казань-Арена» состоялись съемки телепрограммы «Культура», которые выходят на телеканале Матч ТВ. В записи программы участвовали футболисты Сергей Рыжиков и Максим Канунников. Владимир Путин поздравил Станислава Говорухина с 80-летием. Напомним, что Станислав Говорухин учился на геологическом факультете Казанского государственного университета. Но по специальности работал недолго, так как увлекся кинематографом. Уполномоченный по правам человека в Республике Татарстан Сария Сабурская и военный комиссар Республики Татарстан Сергей Погодин рассказали о правах призывников в программе «Твердый знак» на студенческом телеканале «Универсмотрит». Приглашенных зрителей студентов Казанского университета интересовали вопросы службы в армии по контракту. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова